Мы продолжаем серию наших программ о том, как уберечь себя в сети. Сегодня мы расскажем о таком новом понятии интересном, как брутфорс. Я, как всегда, поэкспериментирую с переводом этого неведанного мне прежде слова брутальная сила. Я прав? Почти. Я думаю, что наш гость Максим Попов нам подробно обо всем и расскажет. Макс, скажи, какую роль сегодня ты исполняешь в Казнете? В Казнете я занимаюсь блогингом, иногда программированием. Я изучаю хакинг не со стороны хакера, а со стороны того, кого взламывают. Меня, как и многие, взламывали в ВКонтакте, на Mail.ru. Поэтому есть желание защитить себя, поэтому я начал все это изучать. Ну здорово! У нас в гостях настоящий хакер. Скажи, сколько у тебя времени вообще заняло это, чтобы изучить все эти системы, чтобы подбирать какие-то пароли и потом... Чтобы научиться взламывать. На самом деле это заняло где-то год, чтобы уже овладеть какими-то знаниями. Но это было как... Просто когда-то появился интерес, там, недельку посижу, позанимаюсь, там, тем же изучением брутфорса, социальной инженерии, почитаю мануалы в интернете. Ну и вот так вот, как-то перерывами что-то узнавал. Ну а последствия какие могут быть? Вот если, например, мою страничку ВКонтакте взломали, там, нашли у меня какие-нибудь фотографии, сообщения, да? Какие могут быть последствия? Для тебя? Ну, для запущения твоей фотографии. Для человека, который вот меня взломал. Это страшная сила. Его можно по закону наказать? Можно и нужно... Реально ли найти человека, который взломал? На самом деле это сложно, потому что хакеры прячутся за множество прокси-серверов, прячутся там за чужими компьютерами, работают не из дома, а из компьютерных клубов. То есть поймать их нереально потом, да? Поймать реально, но это довольно сложно, и не всегда находят людей, которые взломают большие сети. То есть, получается, завтра я могу взломать Ливи ВКонтакте, и мне за это практически ничего. А у меня нет секретов, нет, у меня нет секретов взломать. А как бы ты мог охарактеризовать Брутфорс? Брутфорс, по сути, это древняя технология, еще квартирники пользовались таким способом. Берут кучу ключей, там, 100-200, и приходят в дверь и подбирают каждый ключик. Получите. Это тот же самый принцип, только подбирают уже не ключи, а пароли, и подбираешь уже не ты сам вручную, а программа. Ну это кропотливый труд. Я думаю, что подробно мы посмотрим в следующем сюжете. Так, ну хороша, правда. И так тоже. Ну что ж за милое лицо. Ну все, пошла. А куда? А, адрес же он в агенте оставил. Сейчас, сейчас. Столько ждал, еще подождет. Ну надо же было познакомиться с ним, возможно, единственным и неповторимым в интернете. Так. Ой, что это? Ну-ка, да что же это такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну как же все не вовремя. Алима еще не знает, что стала жертвой хакерской атаки. Ее броский аккаунт, мы его не называем по понятным соображениям, взломан, а легкий пароль изменен. А сделал это Макс, начинающий программист, чтобы наглядно показать, насколько беззащитен пользователь в сети. Ведь совсем недавно он сам был на месте Алимы. Мы не застрахованы от этого. В любой момент мы можем проснуться и не сможем зайти на страничку ВКонтакте. Тогда Макс сразу догадался, его взломали. Сначала он взялся за восстановление пароля. Для восстановления пароля вам нужно указать свой имейл, на котором зарегистрирован данный аккаунт. И ждать письма от администрации ресурса. Как только письмо придет, активировать эту ссылку. А затем Макс решил узнать, как действовали злоумышленники. Он посмотрел и почитал сотни интернет-страниц в поисках описания методов. Писали об этом, как правило, на форумах. В рассказах о взломах пользователи то и дело употребляли незнакомое тогда для Макса слово «брутфорс». Дословно с английского – метод грубой силы. Излюбленный спамерами метод перебора паролей с помощью компьютерной программы. Составляются либо так же программами, либо людьми, либо с тех же баз данных вытаскиваются эти пароли. Самые распространенные, какие-то там слова. Формируется список большой. Этот процесс очень долгий, муторный и зачастую занимает опять же недели. Изучив принципы действия подобных программ, Макс понял главное – каким должен быть пароль. Не менее шести символов. На взлом такого шифра уйдут месяцы и даже годы. Впрочем, многие интернет-сервисы придумали защиту от брутфорса. Они ввели ограничения на количество попыток ввода пароля. Например, не больше трех или пяти. Ввел несколько раз неверный шифр – программа блокирует аккаунт. На некоторое время, чтобы подумать и вспомнить свой пароль. Однако, немногие юзеры и сейчас понимают, для какой цели это сделано и продолжают в качестве секретного кода использовать свои имена, год рождения, домашний телефон. Все, у нас брутфорс закончился. Вроде ошибка вылезла. Но мы сейчас посмотрим файл, в котором должно сохраниться пароль. Видимо, мы угадали. Попробуем. Так, вставляем email. Так. И вставляем этот пароль. Заходим. Браво, мы зашли. Вас взломала программа «Матрица». Мы можем делать с этим профилем все, что угодно. Читать почту, отправлять почту, спамить и все, что угодно. То есть, также дальше распространять те же вирусы, те же трояны. Не хотите получать такие смс, тратить время на оправдание перед друзьями и на восстановление своего же ящика? Тогда запомните простые правила. Ведь на месте алимы может оказаться каждый из нас. Во-первых, это использовать довольно сложные пароли. То есть, не самому, главное, чтобы запоминать, но и сложные в плане в каком. То есть, должны пароли быть хотя бы шесть символов, но желательно больше. Большие, маленькие английские буквы, цифры, знаки препинания, пунктиры, точки.